Приходит в синагогу Миша и говорит, Ребе, что за люди, скажите мне? Ну, что за люди такие? У меня был день рождения. Я пригласил гостей для себя у день рождения. Прошли гости. Я, как положено, накрыл богатейший столбик. Мне не жалко было на ту черную и красную икру. Я пиалами поставил. Коньяк самый дорогой. Наполеон был на столе. Ребе, я же их так принимал. Я же их так порчивал всем. И представляете? Ушли все гости, самые близкие, самые родные. И у меня пропали золотые часы. Я не знаю, что мне делать. Как до них обратиться? Ребе подумал, говорит, Миша, давай еще раз. Накрой такой же самый стол. Пригласи тех же самых гостей. И вот пусть они выпьют, посидят, покушают. И когда уже к концовочке, ты достань Тору и начни читать заповеди. И как только ты дойдешь до заповедей, не укради, смотри на них. Обязательно кто-то проколется. Ой, Ребе, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Побежал Миша, так и сделал, как советовал Ребе. Проходит время, возвращается он к Ребе. Говорит, Ребе, вот меня прочитает. Спасибо вам огромное. Что, таки да, таки да. Ну, как я и говорил, ну, не совсем. А шо как? Ну, я же так, как вы сказали. Накрыл стол, пригласил тех же самых гостей. Ту же самую выпивку. Все на столе было шикарно, красиво. Покушали, поели, все попили. Я достаю Тору. Ну, к концовке уже. То есть, начинаю читать. И как только я дошел до заповеди, не прелюбодействую, я вспомнил, где я забил свои часы. Семочка, радость моя. Что она с тобой сделала? Может, и как ты похудел после свадьбы, осудился? Она шо, тебя вообще не кормит? Маманда, успокойтесь, свадьба была только вчера. Семочка. Фима пришел до Сарочки и ходит, ходит, и чай попьет, и присядет, и телевизор посмотрит, и музыку послушает, и молчит все время. Сара до него говорит, ну, Фима, и шо ты пришел? Говорит, ой, Сара, я даже не знаю. Я не знаю, как тонко намекнуть на секс. О, сейчас было очень тонко. Привет, Изя, как дела? От меня Сарочка ушла. Да, тогда купи водку и утопи в ней свое горе. Не выйдет. Шо, денег нет? Нет, деньги есть. Гора нет. Сара. Скажите, Фима, а вы верите у второе пришествие? Ой, нет, конечно. А чего? Ну, кому тут приходить? О чем тут говорить? Ну, шо тут смотреть? Ой. Фима, я слышал, у вас с Сарой были трения? Да, были. Но в хорошем смысле этого слова. Ой, Ривочка. Ой, Боже мой. Это великолепно. Это шо-то с чем-то. Это как-то. А шо вы все вот так вот в белом? Я сдаюсь. Моня, привет. А шо ты такой грустный? Ой, Фима, шо тебе сказать? Шо тебе сказать? Вот смотри, у меня есть 400 долларов. И тут я получаю на телефон две смс-ки. Одна от бывшей жены, ей срочно надо 100 долларов. И вторая от нынешней жены, ей 200 долларов срочно надо. И шо у меня остается? Ой, Моня, не морожьте мне голову. У вас остается 400 долларов и два непрочитанных сообщения. Я прав? Ну, таки да. Фима, дорогой мой, запомни, шо любой мужчина рано или поздно должен в этой жизни жениться. Потому что счастье это не самое главное в жизни. Фима, привет. А шо ты такой грустный? Ой, Сема, шо тебе сказать? Моей Сахачке секс нужен каждый день. А я же уже не молодой, я уже так не могу. А, Сема, помнишь, я тебя предупреждал, не женись на Саре, она некрасивая, тебе никто помогать не будет. Сидит вся межпуха и думает, как же Ривочку выдать замуж? Вдруг один поднимается и говорит, я знаю, есть у меня для вашей Ривочки жених. Ой, это шо-то с чем-то, это жених, это, вы все обрадуетесь, вам всем понравится. Ну, да, есть один недостаток. Все напряглись, какой? Говорит, ну, он заикается. Ривочка говорит, шо, всегда? Нет, шо ты, только когда разговаривает. Наум Маркович, а шо вы можете сказать за женщину? В смысле? Ну, какие вам больше нравятся? Блондинки, брюнетки? Ой, не морочьте меня, седую мою голову. Блондинки, брюнетки, какая разница? Лишь бы не мешали спать. Фима, радуйся. Улыбайся, будь счастлив. Наконец-то, все случилось. Для тебя. Что такое? Чему? У меня есть для тебя подходящая партия. Девочка, шо надо? Шо, это такая девочка, это прелесть, а не девочка. Запомни, она профессор. Правда, пишет так вот, все непонятное. И мама у нее профессор, и папа профессор, и бабушка, и дедушка профессор. Подождите, 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 как ее зовут? Рива. Вы хотели сказать, не профессор, а провизор. А, точно да. Это одесский дворик. Как всегда, в одесском дворике стол стоит, ну, на всех, значит, жителей там обычно что-то отмечают, праздники, всякие дни рождения, ну, всем дворов. Ну, и сидят за этим столом, мужики козла забивают, и тут открывается на втором этаже окно, вылазит тетя двойра, и говорит, Семочка, сыночек, принеси мамочке кефиру. Говорит, мама, я не могу, я занят, ты что, не видишь, занят я. А, не, посмотрите на него. Он кефиру маме занят, а как Саре принести на третий этаж трипер, так у него нашлось время. Изя сидит, смотрит телевизор, до него подходит, и жена Сара. Говорит, Изя, что, можно тебе задать вопрос? Какой? Когда мы, наконец, ходим в кино? Нельзя. Забегает женщина к врачу, говорит, ой, доктор, ой, доктор, что мне делать, что мне делать? А что случилось? Мой Моня заразился трипером. Что делать, а? Что делать? Подождите, Циля Абрамовна, а что Моня ваш сам не пришел? Сам не пришел. Он еще об этом не знает. Это один еврей из Кишинева, молодой, уехал в Америку. Хорошо там поднялся, разбогател, стал хорошим бизнесменом. И вот он вызывает своих родителей, приходит в аэропорт, встречает своего старого отца, тот приходит, ой, сынок, сколько лет не виделись, они обнимаются, хорошо. Говорит, мой, Шичка, ты мой дорогой, ты молодец. Говорит, папа, тихо, мы же в Америке. И что? Я теперь не Мойша. А как? Майкл. А-а-а-а. А твоя жена Шейндалл, Шерли? А-а-а. Сынок, а скажи мне честно, ты хоть почитаешь день суббота? Папа, ну мы же в Америке. Ой-ой-ой, да-да-да-да-да. Понимаю. А скажи, сынок, скажи, Майкл, а вы хоть кушаете все кошерное? Папа, ну это невозможно, мы же в Америке. Ой-ой-ой, сынок, честно скажи, а ты еще обрезанный? Ой, Ребя, я не знаю. У меня несчастье, что случилось. У меня такое несчастье, Ребя. И помните мою лавочку? Маленький магазинчик, никого не трогал себе, бил вот такой скромненький магазинчик. Они же снесли эту сторону и здесь построили здоровенный супермаркет. С этой стороны они тоже все дома снесли и построили второй здоровенный супермаркет. Я не знаю, что мне делать, как мне не выживать. Тихо. Фима, успокойся. Возьми, сними свою вывеску и повесь в ход. Фима, а скажите, у вас есть мечта? Да, Сеня. Я всегда мечтал откопать где-то в таких местах кучу дерьма и три четвертых отдать государству. Дереволюция дерьма дерьма